Уважаемый Вы, товарищ, давно воюете? Третий год без выхода. Изаков давно вернулись? Ни десять-двенадцать, как живой выскочил. Моха делает. А у немцев как? Вы ничего не замечали? Да что же, ежели по нашим заметкам судить, тоже не сладко. А какие это заметки? Это очень важно. А вот кофеем таким, знаете, цикорием пахнет. Вот пленного проведешь, а он не тот стал немец. Не тот, не тот, устал немец. Ну, что вы говорите. А пойдет с нами на мировую? Да кто ж я знает. То есть, ежели судить по солдату, так война на все может очертить, а? Знаете, у них-то царь. Да ведь наши генералы тоже мира не хотят. Вот это верно. Как же быть? Уже не знаю. Ну, а если советская власть скажет солдатам, берите дело мира в свои руки? Да. Я тебе так скажу, дорогой товарищ. Вот ежели советская власть это самое скажет... Не надеете? Кто? Я? Хотя бы вы. Возьмите себя. Сейчас каждому солдату приходится за судьбу всей России браться. Да, страшновато, не спорю. Вы женаты? Был, теперь не знаю. Дети остались? Трое. А земли много? Ну, и где что? Лошадь есть? Цела. Корова? Вот, корова нет. А винтовку бросать нельзя? Как? Нельзя. Нельзя. Поездно бросать ее, товарищ. Тихенский идет на нас с охужием. Так. А Каледин на Дону поднимает казаков. Эх, черт. Так что же это? Они первые кинутся на народ. Опять война? Солдат ведь устал. Это за что и как воевать. Сейчас за Дарданела воевать никто не будет. Не будет. Не будет, дед. Но если царские генералы захотят посадить помещиков и капиталистов, то вы как думаете? Вы сами как думаете? Тогда пойдем воевать. Воевать надо сегодня. Сейчас. Тогда пойдем воевать сейчас? Нет, уважаемый, во что мне может не верить, так я вам от чистого сердца говорю. Ну, простите, что задержал. Да что вы, какой там. А чаю... Пойдемте, я вам покажу. А чаю вы найдете наверху. Вон там по лестнице. Там у нас столовка. Как ваша фамилия? Шадрин. До свидания, товарищ Шадрин.